Девушки отдыхают 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 На окончание, набрав 36, он оставляет 179. Напоминаю, что закрыться можно со 170 очков максимум. Орешкин Александр начинает под свой подход с 19 сектора. Два раза по 19. Куда полетит третий дротик? Третий дротик он пытался утронить 20. Но, к сожалению, не получилось. Он набрал всего 39 очков. Борис, два раза по 60. Набрал 120, оставляет 59. Третий дротик, попав 19, он оставляет 40 очков. Удвоение 20. Топ. Так, Орешкин Александр тоже имеет шанс выйти на окончание. 20. Есть утрен 20. 80 набрал. Третий дротик. 140! Попал дротик в нужную цель. Остаток 79. Борис. Три дротика, но и 20. Не закрывает Борис. Тремя дротиками удвоение 20. Оставляет 20. Орешкин Александр. 79. Шанс на закрытие. Первый дротик летит в 19. Оставляет 60. Простое окончание. 20. Удвоение 20. 20. 20. Остаток. Удвоение 20. Последний дротик. Не попадает так же, как и Борис. К сожалению, в остатке у обоих спортсменов 20. Но право подходит сейчас у Бориса Кольцова. Борис 20. 10. Нет, к сожалению, не смог закрыть Борис и этими тротиками этот лэг. И у Александра есть шанс. Нужно закрыть 20 очков. Есть первый андротик. Александр пользует защиту Бориса и выигрывает первый лэг. Счет 0-1 в пользу Александра Орешкина. И начало за Александром Орешкиным. Прошу заметить, что Александр выиграл лэг на начале соперника. Соответственно, сделал брейк. И, конечно, большое преимущество имеет то, что лэг начинает тот, кто выиграл, получается, сделал брейк. То есть сейчас Александр имеет шанс оторваться на два лэга вперед. 40. И начинает Александр. Увы, 40 очков в подходе. 83. Борис отвечает в подходе. Набирает 83 очка. Увы, Александр не может попасть в нужный септор. И только третьим дротиком он попадает только в 19. И набирает 31 очко. И Борис отвечает. 140 очков. Вот это очень был хороший подход. И Гольцов Борис делает рывок вперед. Сейчас он обгоняет Орешкина Александра на 200. Ну, на более чем около 150 очков где-то. Скажем так. Но Орешкин Александр в подходе набирает. 100 очков! 100 очков! 100 очков! Прихватил Борис. Несмотря на то, что он начинал вторым данный лэг. И сейчас он набирает 140 очков. Вторые подряд. И оставляет окончание. 138 очков. Это закрывается. Как говорит Вадим Алушев-Зверхов, который, естественно, рядом. Борис включился в игру. Соответственно, мы вправе ожидать того, что игра будет идти до победы. 44 очков на последнего лэга. Это 138, Борис. Борис, 138. Эх, не попал вторым гротиком в 19. 42. И набрав 42 очка, оставляет 96. Орешкин Александр. Увы, даже не на окончании. Еще 286 очков. Ну, и Борис, скорее всего, возьмет этот лэг. И поэтому, возможно, Александр сейчас уже думает о том, что, о следующем лэге, о том, чтобы взять снова лэг на начале кольцового Бориса. 94. Потому что на данном уровне, скорее всего, не простят ему такое отставание. Борис. Дротик на удвоение в 18. Нет, не попадает Борис. Оставляет 36. Ну, Александр даже после прошлого подхода не смог выйти на окончание. И у Бориса будет еще, как минимум, три дротика на том, чтобы закрыть 36 и сравнять счет в данном финальном матче. Первый Hard Rock Cup был проведен в 2013 году. И его выиграл Кольцов Борис. Кольцов Борис выиграл в Hard Rock Cup в 2015 году. Ильин Александр в 2013 году на первом розыгрыше Hard Rock Cup занял третье место. И в 2015 под копирку то же самое. Третье место. В 2014 году Борис занял 17 место. А Александр только пятое. Соответственно, у них как под копирку идет очная схватка. Но сегодня, увы, победитель будет только один. А тем временем Борис взял второй лэг. Лэг на чужом начале. И счет 1-1. Тоже сделал брейк ответный в ответ на брейк Александра Решкина. Решкин Александр в ответ на 44. Борис набирает 100. И выходит вперед в этом лэге. 58 набирает Борис. И у Александра сейчас есть все шансы на то, чтобы набрать хорошее количество очков. И повести, и взять преимущество в этом лэге. Сейчас каждый лэг на вес золота. Поскольку это финальная игра. И очень важно брать лэги не только на своем, но и на чужом начале, если позволяет соперник. Тем временем Александр набирает вторую сотню подряд. У него остатки 301. 58. 58 набирает Борис. Снова в третьем своем подходе. Оставляет 340. Как вы можете заметить, Александр Орешкин бросает с не очень быстрой скоростью, мягко выражаясь. Но, тем не менее, это не мешает ему стабильно набирать хорошие очки. И выигрывать. В дартс не обязательно быть быстрее, выше, сильнее. Тут нужна концентрация. И чуточку везения, наверное. Поскольку это очень важно. Концентрировать. Дартс учит всех спортсменов, без исключения, концентрироваться на определенной цели, на определенном моменте. Это очень важно. И без этого, без должной концентрации, невозможно в дартс надерживать большие победы. Как видим, Александр очень сильный. Перед каждым своим броском. И выцеливает внимательно. И, как видим, это приносит свои плоды. Александр набирает 140 очков. И выходит первым на отмечание. 101. 101 Александр. Наверное, будет играть в тренинг 20 первым дротиком. Да, попадает 60. Оставляет 41. Наверное, в единичку кинет. Да, кидает единицу. И оставляет удвоение 27. Один дротик. Последний. Нет, не попадает Александр. Но оставляет 40. У Бориса есть шанс закрыть 121. Это закрывается тремя дротиками минимум. Точнее, максимум. Так, выходит на булл. Закрывает Борис Кольцов. 121 через булл. Тремя дротиками. Ну что, Борис, как сказал Вадим, наказал Орешкин Александра. И выходит вперед. Он взял лекцию в начале. Сейчас лек Александра Орешкина. Он начинает первым. Хочу вам еще раз напомнить, что Борис Кольцов уже не первый раз сегодня закрывается через булл. Он закрыл уже 161 через булл. И на этом матче судил, вы не поверите, я. И это было на моих глазах. Но я думаю, это еще не вечер. Тем временем, Александр неудачно начинает свой лек, набрав 35 очков. Борис ответил более удачным подходом, набрав 81 очков. Хочу вам также рассказать немножко о Hard Rock Лиге. В этом году Hard Rock Лига только, скажем так, прожаралась. И, значит, Лига в этом году пройдет в 7 этапов. Первый этап у нас сегодня, 13 марта, в Москве. Следующие два тура, скорее всего, состоятся тоже в Москве. То есть второй тур 15 мая, третий – 10 июля. Четвертый тур в Hard Rock Лиге состоится уже не в столице, а в Тверской области. А если конкретно, в городе Твери. Пятый тур состоится пока. Он состоится, но пока неизвестно где. Шестой тур у нас состоится уже не в Москве, в Твери, а в северной столице, в Санкт-Петербурге, после SPB Soft. Так что, друзья, бронируем билеты заранее. И едем не только поиграть в Питере на софт-турнире, но и, конечно же, посмотреть, повалеть за ведущих спортсменов. И седьмой тур состоится в январе. Это будет окончанием первой Hard Rock Лиги, где будут разыграны солидные призовые. Я сейчас очень не помню количество, но я думаю, там призовые зашкаливают за 100 тысяч рублей. Это точно. 56. Так, а тем временем, ну, конечно же, всех ждем на наших фернирах. Приходите, играйте с нами, говорите за нас. Мы будем только рады. Тем более, когда идет такая красивая игра, как на ваших мониторах, дорогие друзья. Так, значит, Орешкин Александр в данном леге пока отстает от Бориса. Да, 180 он уже не переберет. Извиняюсь, Александр от Бориса. Так, напряжает 60 очков и оставляет 120 очков. Это довольно-таки простое окончание. Отличное Шанхай окончание, да. Так, Борис. Набирает, как я понимаю, 60 очков ровно. И в остатке у него 82. Третий дротик, он кидает 25. И у него в остатке 57 очков, я так понимаю. Да, да, да. И Орешкин Александр. Три дротика на закрытие 127. Нет, не закроет Александр в этом подходе. 120, он попадает 3. Первым подходом, трое единицы. Вторым попадает у троих 19. Убирая 60. Оставляя 60, кидает 20. И оставляет только 80. Вадим, как вы думаете, что мы можем ожидать от оставшейся части данного матча? Я думаю, будет очень интересная борьба. Она только-только завязывается. И Борис, не смотря на то, что вышел вперед, сейчас что-то в 3-1 он уже повел, правильно? Александр Орешкин ему просто так не отдаст следующего. Будет сейчас самое настоящее время. Вы предупреждаете, что матча будет стоять из всех лэгов, то есть до последнего? Да, 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 да. Будет решающе обязательно, будет 6-5. Спасибо, Вадиму Орешкин, за комментарий. Нет! А тем временем я могу спросить другого нашего эксперта, Дмитрия Немасова. Дмитрий, как вам игра, Давид? Очень сильная игра. Великолепные наборы, великолепные закрытия. Показывает очень высокий уровень игры. Нам, лично мне, для него еще расти и расти, но я буду стремиться. Да, очень хорошие слова. Мы все надеемся, что мы до уровня Кольцова, Бориса, Орешкина, Александра и не только. И до всех тех, кто сегодня у нас доехал, скажем так, до Москвы и принял участие в данном турнире. Так, а тем временем... Да, Борис, как мы видим, повел 3-1. Александр пытается, пытается играть через 19, но неудачно. 58 очков в подходе без утроения. 60! И Борис, да, Борис тоже у нас играет без утроения. Набрал 60 очков. Очень важно в таких лэгах, когда идет без утроения игра, очень важно то, точнее, важно очень то, что кто первым попадет в утроение и, скажем так, задаст себе психологический задел на будущее. Нет, Александр тоже не смог впасть в утроение. И игроки примерно сейчас на одинаковом уровне в очках. 60! Борис, снова 60. Да, Вадим Алушки-Зверков негодует и говорит, что мало. Нужно еще. Вадим, как вы думаете, мы можем сегодня ожидать 180 в игре? 100% она будет. Да. Вадим вангует, скажем так. Я очень надеюсь, что это окажется правдой. 80! Да, есть первое утроение в этом лэге. Нет, не первое. Первое утроение у Орешкина Александра, конечно же, в этом лэге. Набрав 80, оставляет 263. 97! Борис отвечает своим утроением 19 и набирает 97. Первым выходит на окончание 140 очков. Да, Борис показал в финале. Вадим тут мне помогает, конечно. Борис закрыл 160 в решающем лэге. 99! Ну, да, вроде Борис в решающем лэге закрыл 160. И сейчас Борис пытается штурмовать 140. Нет, не закроет в этом лэге. Набирает 60. 50 набор. Оставляет 80. А, 50, извиняюсь. 54, Александр. Так, ну что, Орешкин Александр, 164. Как он будет играть? Через 60 или через 57? Нет, не закроет 164. И у Бориса будет шанс оторваться от Александра еще на один лэг, если он сумеет закрыть 90 очков. 43 набирает Александр. Оставляет 121. Борис, 90 очков. 85. 70 в остатке. Попав 18, оставляет 52 очка. Борис. В принципе, простое закрытие. 12-40 или 20-32. Но я думаю, Борис будет играть через 32, конечно. Орешкин Александр. 20. Есть. 101 очко. Нужно попасть в утроение 17. Нет, не попал. 84 в остатке. Нужно бросать в утроение 20. Нет, не попадает Александр и оставляет 64 очка. Итак, Борис, 3 дротика на 52 очка. Есть 20. Удвойне 16. Есть закрытие. Итак, со счетом 4-1. Да, пока мы видим, что игра практически в одну калиточку идет. Борис пока просто накатил, так что у Александра даже дротики из мишени выскакивают, как можете заметить. Накал просто у нас сейчас зашкаливает борьбы. Но я думаю, это еще не конец. Александр, конечно же, не сдаться. 76. 76. Возможно, сейчас на наших экранах, друзья, мы видим нашу будущую пару на Кубок мира под арт в ПДС, который состоится в июне в Германии. То есть Россия уже представляет точно Александр Орешкин и второй член нашей сборной будет определен на соревнованиях про-тура Евроазиатской Дартской корпорации, который состоится, ну, я думаю, вот как раз в ближайшие месяц-два. Соответственно, возможно, я говорю к Александру Орешкину присоединится Борис Кольцов, если он сможет выиграть отборочный турнир Евроазиатской Дартской корпорации. То есть, возможно, мы видим потенциальную сборную России на Кубке мира по Дартс. Саша, 48. Так. Стой, очко. Борис очень хорошо начал этот лэг, набрав сначала 140, потом 100. У Бориса 261 очко. Александр, к сожалению, игра пока не может наладиться. Он остает больше, чем на 100 очков. Итак, Александр, утроение 20. Есть еще 60. Третий друтик куда полетит? Стой! 140. Александр догоняет Бориса по очкам, даже перегоняет, но Борис сейчас на подходе. 100 очков. Борис выходит первым на окончание. 161. Александр, 237. Нужно набирать как минимум 67 очков, чтобы выйти на окончание 170. Так, первым подходим. 19. И третьим друтиком. Да, Александр попадает в нужную цель. Попав 96, Александр оставляет 141. Борис, 161. Нет, не закроет в этом подходе. Набрав 60, Борис вставляет 101 очко. И Александр имеет шанс выиграть этот лэг. Но для этого нужно закрыть 141 очко. Первая цель утроение 20. Нет, к сожалению, Александр не попал. 121 в остатке. И Александр сейчас попытается меньше 100 сделать себе остаток. Да, и у него получается это делать. Набрав 85, Александр оставляет 56 очков. Простое окончание. Проще, чем то, которое сейчас у Бориса Кольцова. У Бориса Кольцова 101 очко. Это закрывается двумя, конечно, дротиками, но он будет закрывать тремя. 10 в сравнении 20. 41. 1. Удвоение 20. Закрытие! Борис закрыл 101 тремя дротиками. И 15-м дротиком он выигрывает пятый лэг. Счет 5-1. И Орешкину Александру больше да. Вадим правду говорит, нельзя больше отдавать лэги. То есть, чтобы выиграть матч, Орешкину Александру придется выиграть 96. Сколько? 5? Подряд. Да, 5. 5. 6. Да, Кольцову Борису достаточно выиграть всего 1 лэг для того, чтобы стать 6. победителем победителем первого тура Hard Rock 2016 года. Итак, Борис набирает 96, а Александр, к сожалению, набирает 46. 100. А Борис набирает 180 очков. В нужный момент Борис смог набрать максимальный набор и он уже все ближе ближе к закрытию. чем ответит Александр да, набор, конечно, разный здесь, скажем так. Все равно это не умаляет заслуг ни того, ни другого. оба спортсмена молодцы. Оба дошли до финала, преодолев с сито двух групповых этапов. И несмотря, неважно, кто сегодня выиграет, все сегодня молодцы и все достойны просто, я думаю, все спортсмены сегодня были достойны того, чтобы оказаться в финале. Но на данный момент сегодня оказался сильнее Александр и Борис. И они разыгрывают первое место. Александр 9. Да, к сожалению, пропал некий запал уже и Александр просто возможно уже доигрывает этот матч. 9 очков набирает в подходе. Борис набирает 70 очков, оставляет 25. Простое окончание. Я думаю, Борис играет через сектор 1 и оставит 24. И закроет в войне 12. Своим. Борис может играть за 14 дротиков. если Вадим уже говорит, пора поздравить Бориса, но я бы так не сказал. Еще есть вероятность того, что Борис не выиграет этот матч. Борис играет через 17. Два не четырех. Третий дротик. Нет, Борис не смог закрыть третий дротиком. 25 и оставляет 4. Александра еще 306 очков. Итак, все болельщики у нас уже в предвкушении того, кто же все-таки сегодня сможет выиграть этот финал и занести свое имя в книгу истории, я думаю, да? Hard Rock Дартса. Ведь это не только Hard Rock Cup теперь, но это Hard Rock League как мы видим. Да, Александр не сдается до конца. Добирает 95. Итак, Борис. Борис закрывает двумя удвоениями единицы. Вот это очень по-мастерски. Ну, я бы не сказал, но это очень по-мастерски. И победителем первого этапа Hard Rock League Дартс 2016 года становится Борис Кольцов. Мои поздравления финалисту и, конечно же, победителю. Ну, что, несмотря на счет, я уверен в том, что борьба была до последнего. Ни Александр, ни Борис они никогда поэтому не сдавались. Даже, несмотря на счет, Александр в голове всегда думал о том, что нужно выиграть. Это правильно. Итак, сейчас мы видим, что у нас идет фотография победителей с главным судьей, ну, судьей, мишенем в данный момент, Павлом Новиковым. Вот даже Павел Новиков, знакомьтесь, попал на объектив нашей камеры. И все. Я заканчиваю судьи покажем сейчас. Большое спасибо за внимание. Не забывайте о том, что сегодня прочем воскресенье. Простите друг друга и давайте, ребята, жить вместе. Все жить в мире, согласии, дружно. Как говорил кот Леопольд, давайте жить дружно. Врани вас Бог. До свидания. У нас Добро пожаловать в Казахстан! Александр Викторович Апунин, который нас преждевременно покинул! Милипенко Алексей Сарабов! Теперь взрослые! Апунин, который нас преждевременно покинул! С трудом проигравший! В лучшем, наверное, матче, который я вижу в России, честно, так вот! Рома Абуха! Реально, вот там... Ну, начало было твоё! Просто не бою начало кого кричать! Все смотрят на меня! Здоровое место! Динкционеры теперь! Все более и более взрослые люди! Ставлю Москов. Дедушка! Александр! Дэтикандар! О-о-о-о-о-о! Окей! Решением ОРТ-комитета первое место в этом... Мне, мама и дайте я вам обручать и призовой фонд... Ань, не табличку! Но победитель у нас, конечно, есть. Это Борис Зевигин! Кольцо! Что за чмошник? Спасибо. Спасибо.